Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Ну вот вы знаете, название вы скажете, ну совсем что-то уже. Хорошее название, мне очень нравится. Потому что оно отражает в принципе положение дел у нас на эстраде все последние 20-30 лет. В 90-х годах Наджиева, замечательного исполнителя, который пела Россия, не допускали. И так и не допустили замечательного, великолепного исполнителя. Шамана не пускали, лет 10 бился головой об стену. И вы знаете, еще очень и очень многих. Но тех, кто, не зря с ними писали, мать всех геев, да? Но те, кто, в общем-то говоря, казалось бы, поющие трусы, совершенно спокойно проходили. Как это получалось так? Вчера вышла статья о том, что Пугачева уехала и своим отъездом запустила процесс очищения эстрады. Я согласен с этим. Я согласен с этим, потому что стало значительно меньше этих рэперов. Два притопа, три прихлопа. Просто мусора стало меньше. Понимаете? Мусор вынес сам себе. И в данном случае пишут о том, что раскрыт новый фаворит Пугачевой. Приезжал и нахваливал большие яйца Галкина. Утвердили. Вы знаете, в этой фразе, в этой шутке весь смысл подхода явления Пугачёвщина к шоу-бизнесу, к эстраде. Там нет творчества. Абсолютнейшим образом. Там есть что-то ненормальное, с моей точки зрения. Вот что СМИ пишут, собственно говоря, по этому поводу. Значит, Пугачёва не теряет времени зря. Пока внесённый в перечень ФИД исполняет функции астронного агента на территории Российской Федерации с министром РФ Галкин катается по миру с гастролями, Пугачёва нашлась и молодого протежея. По слухам, 74-летняя артистка заинтересовалась 39-летним стендап-комиком, экс-участником комедий-клаб Незлобиным. Более того, юморист, возможно, приезжал даже в дом к Пугачёвой, чтобы показать себя во всей красе. По словам политика и общественного деятеля Романа Худюкова, экс-парламентария Александр Незлобин сбежал из России после объявления частичной мобилизации. За границей комик собирался выступать с концертами, но билетное выступление никто не покупал. Приехал человек и не покупает. А потом вдруг, как горячие пирожки. Что случилось? Кто начал, так сказать, помогать? Худюков поведал также, что с Пугачёвой Незлобина свели общие знакомые. Дескать, Пугачёва устроила ему своеобразное прослушивание. За это Незлобин начинает концерт с первой шутки. Ну, то есть, это действительно можно проверить. Он начинает концерт в Америке с шутки. Кто бы мог подумать, что у Галкина окажутся самые большие яйца, которые первой из женщин увидела Пугачёва? Смотрите, шутка такая. Смешно это, с ума сойти. Это вот уровень камеди-клаба и вот этих всех стендап-комиков. Вообще, вы знаете, очень много людей ходят. Ходят, ну, мне кажется, что ходят и ходят. Я не понимаю, в чём там юмор вообще. Вот этот стендап, который вон появился и схлопнулся вроде как. Я не могу понять, в чём шутки. Один орёт, как ненормальный. Один мат-перемат. Там нет юмора, отсутствует в принципе. Не зря говорят. Вы знаете, каждый человек понимает уровень юмора на том уровне, на котором находится его интеллект. Вот кто-то понимает Жванецкого, а кто-то смотрит стендап-комиков, которые... Ну, это просто ужас просто. Вон эта программа ЧБД, что было дальше. Это же просто вообще. Я не знаю, для кого она снимается. Но это что, юмор, что ли? Если это юмор, то тогда... Значит, Пугачёва шутка понравилась. Так что Незлобина утвердили, рассказывает Ходяков. Сейчас самое интересное. Незлобиным занимается концертный директор Галкина. Концерты пошли. Комики работают на одну и ту же публику. Кроме того, содержательные их выступления очень схожи. Много русофобии. Более того, Незлобин сейчас, как говорят, работает даже на разогреве на концертах Галкина. То есть, это не просто Ходяков выдает какие-то слухи. А Незлобин на разогреве. Незлобиным занимается концертный директор Галкина. Просто так, вы понимаете, это не делается. Вот в этом названии, которое, казалось бы, когда читаешь, ну, ну, совсем уже. В этом названии весь смысл явления Пугачевщина за последние 20-30 лет в нашей эстраде. Весь смысл. И вот сейчас его нет. И вот это пусть там. Большие яйца. А у нас пусть будет патриотизм и, значит, те исполнители, которые действительно смотришь, и вот душа радуется за то, что действительно. Вот я посмотрел шамана, мы на Красной площади. В такой ситуации, в которой мы сейчас находимся, действительно не до радости. Иной раз даже эти одежды какую-то разноцветные одежды. Черные майки постоянно. Просто такое состояние внутреннее. Посмотрел его клип, вот я даже прослезился, честно скажу. Потому что у меня радость появилась. Я первый раз за все это время испытал ощущение радости. Радости не, знаете, как индивидуальные, отлично от того, что происходит. А вот за страну, за то, что мы дожили до этого периода, когда вот такие люди начинают петь. Что эти поющие трусы, они куда-то могут все-таки деться. Что это может закончиться тем, что эстрада будет эстрадой, а не шоу-бизнесом. Не может творчество быть бизнесом. Понимаете? Друзья, что думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Грижна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Грижна. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.